Сегодня мы будем чертить лекало выкройку юбки H силуэта. Для того, чтобы очень быстро вам и наглядно показать, я не буду использовать линейку, чтобы увеличить скорость. И буду использовать корейские и английские слова, так как я проходила обучение полностью на корейском языке. Нам понадобятся следующие параметры, waist, талия 66, бедра H 88, высота талии или hip length 18 и длина юбки у нас будет 58 см. Возьмите небольшой лист бумаги, либо А4 и давайте вместе рисовать лекало. Старайтесь делать то же самое, что и я делаю на видео. Сначала я справа рисую вертикальную линию и отмечаю, что это длина юбки. А у нас 18 см это высота талии и я ее также отмечаю на вертикальной линии. Далее я рисую горизонтальную линию и рассчитываю расстояние длины низа юбки по следующей формуле, которая написана на доске. H делить на 2 и плюс 1,5 либо 2 см. Мы добавим дополнительное расстояние 2 см. И получается 46 см длина низа юбки. Потом мы разделяем низ на половину. У нас получается 23 см. Но середину мы передвигаем направо на 0,6 см. И дорисовываем наше лекало. Так как мы уже дорисовали все границы, проводим еще одну горизонтальную линию. Там, где мы отметили 18 см длина талии. Ставлю отметки, которые принято оставлять на лекало, чтобы не запутаться. Там, где задняя часть юбки и где передняя. По-корейски T и UP. Перейдем к верхней части юбки. По бокам от линии бедра, слева и справа, мы отступим 2,5 см наверх. И то же самое сделаем сверху на юбке. Слева и справа отступим 2,5 см к центру. И плавно соединим с помощью специальной линейки. В нашем случае я просто проведу линию от руки. Теперь мы перейдем к рисованию выточек на юбке. С правой стороны мы делим верхнюю часть пополам по горизонтали и по вертикали. Теперь мы знаем, где примерно у нас будет выточка начинаться. Однако надо немножко переделать. И точку пересечения вертикальной и горизонтальной линии мы должны передвинуть на 0,3 см вправо. Тогда это будет более точное местоположение выточки. Верх юбки слева и справа мы поднимем на 1 мм. Так как когда мы будем сшивать выточки, верх немножко поднимется. И благодаря этим отступам будет более ровный контур. А посередине юбку мы опускаем на 1 см. И с левой стороны мы соединяем юбку до центра. Там, где мы опустили юбку на 1 см вниз. Справа же мы соединяем юбку наверху, не опуская на 1 см вниз в центре. Теперь давайте рассчитаем по формуле, какой ширины нам надо рисовать выточку. Для переда у нас следующая формула. Талию делим на 4 и прибавляем 0,3. Получается в нашем случае 16,8 см. От центра отмеряем это число. А то, что остается справа, это как раз размер выточки. А так как у нас будет только одна выточка на рекало, то мы делим выточку только на 2. То есть пополам. Каждая половинка это левая сторона выточки, а правая это правая сторона выточки для передней выточки юбки. Все очень просто. Теперь переходим к левой части юбки, то есть задней части. И опять же рассчитываем размер выточки по следующей формуле. Талию делим на 4 и вычитаем 0,3. В нашем случае получается 16,2. От центра мы отмеряем 16,2 см. А то, что остается слева, это размер, ширина выточек. Мы будем рисовать 2 выточки сзади. Вверх мы делим на 3 части и внизу мы тоже делим на 3 части. И соединяем верхнюю точку с нижней точкой. Получается у нас 2 линии. Там у нас будут находиться выточки. Слева, где мы отметили размер выточек, делим мы на 4 части. И каждая вот эта маленькая, 1,4 часть, это будет одна из сторон выточек. Слева-справа, слева-справа. Первые выточки и вторые выточки. Теперь же нам надо определиться, откуда рисовать выточку. То есть центр, да, откуда у нас будет она начинаться. Значит, левую выточку от нижней точки мы поднимаем на 6,5 см наверх. А правую линию, правую выточку мы поднимаем от нижней точки на 5 см наверх. И уже рисуем выточки того размера, который мы рассчитали. Обозначаем место там, где будет у нас молния. Там, где пересекается горизонтальная и вертикальная линия, мы отступаем от центра 1,5 см. И влево на 1,3 см. И пунктирными линиями мы обозначаем молнию. Вот и все. Мы с вами начертили схему юбки. Теперь попробуйте начертить ее для себя. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой инстаграм и блог. Остальная информация вся будет под видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok